Помогать проще, чем кажется. В Подмосковье, как и во всей России, сейчас существует множество приютов для животных. Неравнодушные люди пытаются хоть как-то облегчить жизнь братьев наших меньших, которые лишились дома. ЛРТ не может остаться в стороне от этой проблемы. Именно поэтому мы запускаем серию сюжетов о работе волонтерского проекта «Котовский энд Собакин». Радости Маруси, пятилетней приютской дворняги, сегодня нет предела. Ведь целых два часа она гуляла в парке, бегала за голубями и радовалась солнцу. Вообще радости и жизнелюбия у этого четвероногого не отнять, несмотря на нелегкую собачью жизнь. Марусю во дворе обнаружила Анна Гоффман. Именно с этой собаки началась волонтерская история девушки. Бегала по двору за всеми прохожими и пыталась себе добыть еду, выпросить. Заглядывала всем в глаза. Я не выдержала. Пошла сразу же в магазин, накупила еды собачьей, сосисок каких-то и накормила до отвала собаку. Желание хоть как-то помочь хвостатому привело Анну в приют Некрасовка. Ведь именно туда и попала дворняга. Но не сразу. Прежде ей пришлось пройти все ужасы собачьего отлова. Это все случилось при мне. Выглядело это все очень ужасно для неподготовленного человека. Это стреляют в собаку снотворным, таким же этим самым шприцом, соответственно. И при мне ее начали вытаскивать на удавке из подвала. Это вообще ужас. Я тогда ревела, как я не знаю, кто. Меня вот так вот трясло, у меня сопли, слюни. Но Марусе повезло, если это, конечно, можно назвать везением. Она попала в приют Некрасовка. Здесь опекают животных, оставшихся без хозяина. Всего в учреждении содержится около трех тысяч собак и 70 кошек. Помогает Некрасовке волонтерский проект «Котовский энд собакин». Под их кураторством в приюте находится целый сектор. Сейчас в нем живут около ста собак. К нам можно всегда приехать, посмотреть, познакомиться с нами, с нашими животными, познакомиться. Также можно передать, как корма, старое постельное белье, какие-то лекарства. Ну, то есть все, что угодно, все, что требуется для приюта, можно передать не деньгами, а, соответственно, вот уже товарами. Если вы по каким-то причинам не можете взять собаку домой, то вы можете оказать хотя бы посильную помощь, например, погулять с ней. Ведь волонтеры говорят, что приютские собаки не знают слова «хозяин», поэтому другом для них может стать каждый, в том числе и вы. Волонтеры активно размещают информацию о своих подопечных в соцсетях, рассказывают о них знакомым, организовывают благотворительные акции и мероприятия. Благодаря их активной работе каждый год хозяев находят около 20 животных из приюта Некрасовка. Каждому нужен дом, и Маруся не исключение. Эта активная и добрая собака хранит так много любви и искренности, что готова поделиться ими с каждым, кто придет к ней в гости. Но если вы возьмете Марусю домой, то обретете настоящего друга, который никогда не придаст, что само по себе удача. Ведь настоящие друзья в наше время – это большая редкость. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.